Днепропетровская и Херсонская областях В России стартовали выборы разного уровня. В Курской области на избирательных участках запретили видео и фотосъемку. Песков, мы в состоянии войны, поэтому ограничения в свободе информации и цензура оправданы. Новая мобилизация не обсуждается. Медведев, Россия сейчас круче всех по дронам. Он же, если наступит пауза в боевых действиях, сможем всем этим неплохо торговать. Зеленский призвал игнорировать красные линии, попросил дальнобойные ракеты и предложил участникам совещания на базе «Рамштайн» завершить войну до зимы. На своих условиях. Центробанк продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода. Больше 20 датских компаний с дочками в России получили разрешение не соблюдать санкции. Сербия и Россия продлят договор о поставках газа. Он истекает в марте следующего года. Норвегия нарастила расходы на оборону до 2% от ВВП в рамках обязательств перед НАТО. США анонсировали очередной пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов. ФРГ поставит Киеву 12 самоходных артиллерийских установок. Великобритания передаст 650 ракет «Март-Лэд». Группа ракетных войск Беларуси проведет боевые пуски на российском полигоне. На границе с Украиной Минск перебрасывает грады. Литва установила противотанковые зубы «Дракона» на пограничном с Россией мосту. 19 беспилотников и 9 боевых кораблей Китая приблизились к Тайваню. Южная Корея и Германия провели учения в Желтом море. КНДР запустило 260 шаров с мусоров на территории Южной Кореи за сутки. В день разгрома Японии украинский посол в Токио посетил милитаристский храм Ясукуни, культовый объект ультраправых, и восхитился мучениками, которые погибли за страну. В Сеуле Кисидо и Юнсак Йоль договорились укреплять связи между Кореей и Японией, вне зависимости от исхода выборов в США. Ну а в самих США Форбс и NBC посчитали финансы кандидатов. У Трампа 130 миллионов долларов, у Харрис больше 360, за Трампа 26 миллиардеров, за Харрис 28. Орбан назвал ультраправую Милонию христианской сестрой с общими культурными корнями. Липен заявила, ее партия не будет блокировать Барнье, предложенного Макроном на пост премьера. Миланшон ответил, что Народный фронт обманули и собирает на завтра демонстрацию. Израильские силы ушли из Дженина и окрестных лагерей беженцев. За 10 дней операции там погибли около 40 мирных жителей. Германия передаст 50 миллионов евро в помощь населению Газы, а Израиль выделит стартапам для разработки беспилотников полмиллиарда долларов. Киргизия исключила Талибан из списка запрещенных организаций. Объемы кредитования с начала года снизились почти на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Продолжает снижаться и объем наличных кредитов. Эксперты объясняют это за кредитованностью заемщиков и ужесточением условий банков. В Госдуму внесен законопроект о госрегулировании цен на еду. Сейчас многие тратят на нее половину доходов. Министр промышленности и торговли Алиханов обещает создать оборудование для производства микрочипов в 130 нанометров через два года. Это уровень 2001-го. Директор Института теоретической и прикладной механики Ран Краус. Из-за уголовных дел о госизмене молодежь не хочет заниматься гиперзвуком и публиковать статьи в международных журналах. Две китайские фондовые компании объявили о слиянии для создания крупнейшего в Китае брокера с активами на 230 миллиардов долларов. The Economist Toyota сократила план по производству электромобилей до 2030 года на треть из-за конкуренции с китайскими машинами. Ранее Volkswagen заявлял о планах по той же причине закрыть заводы в Германии. Падают продажи. Китай запретил иностранцам усыновлять детей. Коммерсант посчитал. Количество работников на удаленке в России снизилось до 1%. Эксперты объясняют это авторитарной культурой управления. О власти Колумбии объясняют рост цен на продукты за бастовкой дальнобойщиков. Они бастуют из-за повышения цен на топливо. Бывший советник Путина по интернету Клименко. YouTube окончательно заблокирует в течение полугода. Подписывайтесь здесь и в Телеграме. Депутат Госдумы Рядцева призвала девушек рожать в 18-19. Она же господдержка семьям не нужна. Повысился уровень жизни. Могу сказать рожать, рожать и еще раз рожать. Как бы можно рожать там и в 18-19, когда ты понимаешь, что с тобой рядом человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать. Нужно все-таки уже семьи в хорошем смысле формировать в институте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова